Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава КИТ-Ц. Это уже совсем близко к Новому году. Читаем в тексте Торы. Если приговоренного к смерти и забитого камнями повесили, нельзя оставлять его повешенным, его надо предать земле в тот же день. Эта фраза, говорили мудрецы, учит нас тому, что нельзя откладывать преодоление ошибки на завтра. Надо как можно скорее придать эту ошибку земле, чтобы живая память о ней не стала частью твоего удела. Ошибся, проанализируй, сделай, что можно, чтобы исправить ошибку и срочно иди дальше. Это борьба человека со злым началом, которое ведется его в сердце, которое обостряется в месяце Эллу, потому что это важнейший месяц. Сейчас именно в этом месяце, в месяце Эллу, очень важно найти время остановиться, обдумать то, что было, какие ошибки совершены. Что не сделано, наметить себе четкий план духовного развития на следующий год. Надо подумать о том, чтобы ты мог сделать, что тебе по силам в духовном мире, чтобы не прыгнуть в беду. Веленский Гаон говорил, что самое большое страдание, которое может испытывать душа человека, это муки после смерти, когда он видит то, чего мог бы достичь, пока пребывал живым в этом мире, и не достиг. Из-за этого душа страдает больше всего. Надо обдумать, какие шаги мы должны предпринять до Рашашанат, до суда, и начать уже немедленно действовать сегодня. Здесь такая маленькая притча. Лодочник перевозил путешественника на другой берег, и путник заметил, что на весле написано на одном думай, а на втором делай. Интересно у тебя весла, говорит он, а зачем такие надписи? Смотри, сказал лодочник. И начал грести только одним веслом с надписью думай. Лодка начала кружиться на одном месте. Бывало, я о чем-то размышлял, строил планы, но ничего полезного это не приносило, потому что они оставались планами. Я просто кружил на месте, как эта лодка. Лодочник перестал грести и начал другим грести, которое написано делай. Лодка опять начала кружиться, но уже в другую сторону. Бывало, он говорит, я кидался в другую крайность, сделал что-то бездумно, без планов, без вообще того понимания, что будет завтра. Много сил и времени тратил. И в итоге тоже кружился на месте. Вот и сделал надпись на веслах, чтобы помнить, что каждый взмах левого весла должен быть вместе со взмахом правого весла. И все в моей жизни изменилось. Вообще, вот, заметьте, в средние века все люди верили в Бога, но никто не совершенствовал свой характер. Жестокость, тирания, от имени религии омрачали веру в глазах просвещенных людей. Современный человек отринул веру и строит светский мир. И вот так и получилось, что надо было верить в Бога и строить свой характер. А вот эти два весла не сработали. Это наша работа нашего времени. Почему существует заповедь? Делай то, делай это. Исполнение всей совокупности заповедей должно быть как строительство. Эти заповеди, вот, всякое хорошее дело, которое сделано человеком, это кирпичики. Нужно, чтобы они строили человека должным образом. Должен быть план в строительстве, если и без плана. Знаете, что будет? Я коротко еще скажу историю про Хафицхайма. В месяце Элул Хафицхайм приводил в качестве иллюстрации такую ситуацию. Один человек просит другого одолжить ему денег. Друг охотно соглашается, назначает место встречи, там, где он ему передаст деньги. Но получатель суды не является навстречу без всяких уважительных причин. Потом, через два дня, снова звонит, извиняется, просит деньги, назначает встречу, снова не приходит. Короче, морочит голову. Суд он, конечно, уже не получит. И друг будет на него сердиться, что зря потратил время и остался в дураках. Отношения, в общем-то, испорчены. Так и у нас со Всевышним. Если мы изо дня в день, а мы это делаем, просим у него здоровья, удачи, парносу, а сами не предлагаем никаких усилий, не берем на себя никаких обязательств, или в худшем случае берем и не делаем, то можно представить, как он на нас сердится. В каждой ситуации этого месяца надо думать только одно. Что Всевышний хочет, чтобы я сделал в этой ситуации? Как мне поступить, чтобы порадовать небо? И тогда у нас будет хороший Новый год, хороший приговор. И все будет вообще хорошо. Брахава от слаха. Давайте грести двумя веслами и в правильном направлении. Брахава от слаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова